всем привет дорогие друзья миша у нас снова занимается ментальной арифметикой и у меня для вас отличная новость по промокоду ok10 вы сможете получить 10 процентную скидку на пакеты занятий от 4 до 32 скидка будет действовать до 10 декабря поторопитесь а также напишите в комментариях кому интересно или кто уже записался и получил свои результаты результат успехов по математике для миши мы заметили сразу буквально через два занятия после ментальной арифметики наша учительница в американской школе начала хвалить мишу тесты миша решает в американской школе на 90 100 баллов мы этому очень рады спасибо большое школе serious за профессионализм и умение найти подход каждому ребенку также мне очень нравится что на занятиях по ментальной арифметики детей учат не только ментальной арифметики но и всесторонние развивают я вам сейчас покажу небольшой кусочек как занимается миша в школе serious ментальной арифметикой присоединяйтесь записывайте своих детей тем более что первое занятие в данной школе абсолютно бесплатное ни к чему вас не принуждает вы просто поймете хотите вы дальше заниматься или нет все ссылочки промо-код вы найдете внизу в описании под этим видео переходите выбирайте записывайтесь но и пишите в комментариях обязательно кто уже сделал свой выбор а кто еще только собирается и думает о Продолжение следует... А теперь давай с тобой расскажем, что здесь написано. Не сиди сложа руки. Не сиди сложа руки, так не будет и скуки. Правильно. Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. Отлично. И мы знакомимся сегодня с новыми странами. Азербайджан. Столица Паху. Пахорубой, красный, зелёный. Страны славятся вкусными арбузами. Здесь также есть озеро. Это розовое озеро, которое обладает цветом из-за присутствия в нём водорослей. Также большое количество там выращивают ураги. Другая страна, с которой мы познакомимся, это Армения. Столица Еребан. В этой стране много различных христианских монастолей и церквей. Часть из них находится среди гор. Также славятся своим гранатовым соком. Там очень много гранатов. Дальма. Блюдо из виноградных листьев, в которые заворачиваются мясной барж с листью. Латвия. Это Греция. А вот она, Латвия. Польша. Германия. Нидерланды. Ни-и-и-и. Это Венгрия. Франция. Испания. Италия. Великобритания. Казахстан. Казахстан. Турция. Вельгия. Русских на дороге Америки легко увидеть. Легко узнать. Вот такой вот номер. Калифорния. Глажка. Американская. А мы сегодня собрались. А что это красное было? Ступаки горят. А мы сегодня собрались в кинотеатр. Я уже утеплилась. У нас хоть днем жара-жара, а ночью прям зима, 3 градуса. Поэтому я утеплилась. Такая у меня моднявая курточка. И мы едем сейчас по делам Алексея, а потом в кинотеатр покажем вам. Будем держать вас в курсе. Прекрасная осенняя погода. На деле мы уже кто кофты, кто куртяжки. И мчим в кинотеатр. Здесь такой аншлаг. Просто время уже... А, 6.20. Начало 7.00. В принципе, не позднее еще время. Но машин просто... Мы очень довольно далеко от самого кинотеатра. Припарковали машину и топаем пешком. Походу здесь будет сейчас народу. Полагаю, так... Здесь такие удобные кресла. А я что-то утром рано встала. Боюсь сейчас уснуть могу. Вот такой вот у нас кинотеатр. Буквально в 8 минутах езды от дома. Такие фильмы будут? Или уже идут? Нет, тут будет. Тут 1 декабря, 15 декабря. Этот 2 ноября. А крайне года там написано 17 ноября. А мы идем на какой-то фильм ужасов. О, там бар был. Тут круто нам очень фильм. Пятый зал. Нам нужен третий зал. Вот такой вот здесь кинотеатр. С различными, множественными залами. Второй зал. Четвертый зал. А вот он, третий зал. Пойдем искать свои места. У нас Би. Очень близко к экрану, но других вариантов не было. Здесь поднимаются для ног. Спинка откидывается. Все вот так вот. Разлаживаются. Разкладываются. Разлегаются. Ну-ка все на меня посмотрели, сказали чиз. Дети. Чиз. Папа не смотрит. Молодцы. Как раз. Что-то второй ряд слишком близко, говорю. Очень. Прям перед экраном. Все. Нам приятного просмотра. Есть. Мы ничего не хотим. Мы лагмана наелись. К нам сегодня ребята приезжали. Их накормили. Но не сняли для вас мукбанг. Одна порция лагмана у меня осталась. И то такая небольшая. Наверное, завтра заточу ее сама и сниму для зрителей мукбанг. Да. А вам сделаю баланьеза. А баланьеза тогда послезавтра заточу. Ну, короче, мне каждый день надо снимать мукбанги. А сегодня вот так у нас были гости. И мы не сняли мукбанг. Очень, кстати говоря, удобно. Вот таким вот образом приходить в кинотеатр, да? Сидеть не надо. Лежишь. Наслаждаешься. Да. Отдыхаешь, можно сказать. Ага. Да. Ну, как понравилось? Конечно, нет тех уже старичков с Фредди Крюгером и так далее. Так что... Ну, такой ужастик, да, мультяшный ужастик. Нормальный. Для Миши нормальный. Да, для детей. Да. Пойдем. Так. О, ты не видел Фредди Крюгера. То, что это резали, это не резали это. Так, цветочки. Пойдем. В общем, мы пошли в магазин, нам надо доснимать для вас мукбанг, купим мороженое, откроем арбуз у нас. Ой, куда вы меня привели? Не знаю, в жертву не пробовал лист. В туалет пошли, а меня куда привели, не знаю. Я до дома потерплю. Я к эксету пойду. В общем, доснимем мукбанг. У нас 10 ноября на момент съемки. И еще арбузы доступны. Дома лежит арбузик. Надо его открыть. Все, пойдемте с вами. Прохладненько так на улице. Довольно-таки. Классная осенняя погодка. Спокойно. Смотрите, как айфон ночью съемку ведет. Просто шикарная съемка, согласитесь. Даже на фронтальную камеру. Сейчас я ее протру еще. Даже на фронтальную камеру ночью довольно хорошая съемка. Качество шикарное. Мне нравится. Кому тоже нравится, давайте реакции. Мы довольны и счастливы. В общем, слава богу, окунулись опять в реалии. В реальность вернулись. Все Фредди Крюгерские, блин, ужастики. Ну, так себе удовольствие. Не знаю. Ребятам понравилось. Но я бы лучше на комедию сходила. Негатива в нашей жизни и так хватает. Нужно во всем видеть позитив. И излучать позитив. Окружать себя позитивом. Тогда и настроение улучшается, и жизнь становится ярче. Поэтому всем улыбок, мира и добра. Поменьше ужастиков, побольше каких-нибудь комедийных для поднятия настроения фильмов. Что-то не идет моя ребятня. Что-то, наверное, там интересное увидели. Стою тут уже пять минут. Благо, куртка классная у меня вообще. Вон они идут. Очень теплую курточку я надела. Прям не пожалела. Супер. Что вы так долго, ребята? А мы думали, что в туалет тоже вышла. В какой туалет я тут уже замерзла? Если бы не куртка моя шикарная. Мы тебя внутри ждали. Ну, это и там где-то в другом месте, куда. На улице гордит. А сего у меня куртка теплая и кофта. Что? Мама тут готовит. Вот как рождаются... Да, Мишутка, говори, прости. Лепешечки. Вот как рождаются шедевры на кухне у кулинарного блогера. Сегодня, как я уже говорила, на Мугванге у нас пикник. Сними маму. Работаю я не в тех шапочках, в которых снимаюсь. Те шапочки, наверное, больше для съемки. Потому что вот таким вот образом, когда я надеваю майку, полностью прячутся все волосы. И такую майку намного легче простернуть, чем шапку. Потому что за шапку всегда переживаешь. Мало ли она пойдет по швам, испортится. Поэтому я стараюсь их надевать только на съемку. Сейчас буду вступительные кадры в этих шапочках и фарточках снимать. Ну и иногда Мугбанги, когда у меня будет готовка на заказ. Тогда и на Мугбанге я буду в различных вариациях шапочек и фарточков выходить к вам. Вот. Обязательно надеваю перчатки, фартук, шапку. И вот таким вот образом работаю. Формирую лепешечки. Очень сожалею, что у меня нету, как в Узбекистане, такой вот штуки формовки, да? Чтобы формовать узоры на лепешке. Вот. Да, к сожалению, у меня такой штучки нету. Поэтому мне приходится вот таким вот образом делать узор. Вот. Сейчас все это дело я смажу яйцом, посыплю большим количеством кунжута, отправлю в духовочку. И будут нежные, вкусные, ароматные домашние лепешечки. Вот такое количество сегодня лепешек я готовлю. Хочу угостить одного Мишиного друга, вернее семью Мишиного друга. Плюс на пикник парочку возьмем. Ну и парочку-троечку дома останется. Нам надо будет еще с красной икрой и красной рыбкой снять для вас мукбанк. Так что, кто еще не подписан на наш мукбанк-канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочку оставлю внизу в описании под этим видео. С нами очень вкусно, тепло и уютно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы сейчас с Алексеем... Всем привет, друзья! Мы сейчас с Алексеем собрались снимать для вас мукбанк с красной икоркой. Но так как мы люди, смотрящие на несколько шагов вперед и запасливые, мы еще с утреца съездили на фудбанк. Так как он работает до 11, мы решили сначала на фудбанк. Теперь будем мукбанк с икрой. А то, что нам дали на фудбанке, мы будем снимать для вас попозже, ближе к вечеру. Вот такие сэндвичи дали. Сейчас я вам обзор сниму. Такой салатик. Потом все это уберем в холодильник. Какую-то заправку здесь странная, грибная, что ли, не пойму. Что-то там шевелится. Потом все уберем в холодильник. И к вечеру снимем для вас мукбанк с фудбанка. Вот это венские вафли. И я так понимаю, экс это яички. Это готовые обеды. У нас здесь курочка с рисом. И брокколи. Это у нас тоже сэндвич, овощи и фасоль, любимая Алексея. Это у нас напиток какой-то с пробиотиком. Это у нас сырок вот такой фермерский. Дальше у нас сырок вот такой зелененький. Чеддер зелененький. Когда-нибудь пробовал? Из панеры Бред. Вау! Это что, суп из панеры Бред, в прикинь? Из панеры Бред супчик. Панера Бред достаточно дорогая сеть общественного питания. Мы один раз туда зашли, увидели цены и просто сказали спасибо. Мы пойдем в свой Джек Урбанет с любимой и вышли оттуда. Вот, а тут нам, короче, на фудбанке дали. Йогурт. Это у нас Лайт Фит. Короче, вот такой с ванилькой греческий йогурт. Тоже достаточно большая банка. Такая же, как и панера. Дальше давайте. Леш, откроешь мне пакетик? Здесь у нас маффины, любимые детей и Алексея. Вот эти слойки, знаете, они когда их в этом... Надо в духовке попробовать, кстати. Но даже когда на кроваволновке подогреешь, они такие вкусные становятся. Просто как свежие. Очень вкусные слойки. Так, вот это синамоны. Это булочки с корицей. Дальше у нас... Что это такое? Что такое унылый? Понтик какой-то унылый. Один. Второй. Два, смотри. Во, видал? Два. Один шоколадный, а второй непонятно. Просто с глазурью. Это у нас рис пачка. И несколько баночек. Здесь у нас овощи. Я, кстати, знаете, люблю готовый рис из кашеварки в сковородку с маслечком. Овощи добавляю. И вот такой делаю гарнир. Семья моя любит. Дальше у нас чикен суп. Дальше у нас... О, вот это вот нут. Нут я оставляю себе. Плов когда готовлю, добавляю. И вот это вот у нас рейсенс. Это изюм. Каждый раз, каждую неделю дают по пачке изюма. Мы не успеваем есть его. В холодильник я убрала предыдущую пачку. Дальше опять один паун лосося. Красная рыбка. Соседки наши, блин, по мукбангу дали целую тушку индейки, а нам красную рыбку. Лучше бы нам тоже индейку. А, виноград надо перебрать. Смотрите, друзья мои. Золотой или виноград? Виноград нет. Виноград надо перебрать. В целом он неплохой, но вот такие вот штучки встречаются. Надо будет их повыкидывать. Виноград пачка достаточно большая. Вот это не знаю, меня спросили, ты такое кушаешь или не кушаешь. Я сказала, что я никогда его не пробовала. Но мне интересно попробовать. Это какая-то мука. Что-то из нее готовить. Возможно, что-то кукуруза нарисована. Не знаю. Кукурузная мука, возможно. Короче. Глютен фри. Шоколадное молоко пачка. Обычное молоко пачка. И сетка с яблочками. Яблочки. Как говорят американцы, one apple a day, или per day, keep the doctor away. Так, это у нас салатные листья. Надо будет сразу сделать салат, потому что долго они стоять не будут. Так вроде в целом неплохое качество, но долго такие листья не лежат. Поэтому надо будет приготовить. Не поняла, что за листья. Трейдер Джоус, мустард, шпинат. Это микс, короче. Да, микс. Листьев салата для салатика. О, вот это у нас веточка брокколи. Смотрите, какое качество отменное. Супер вообще. Веточка брокколи. Огромный болгарский перчик один. И четыре картофеля, а также мята. Пачка мяты. Дальше. Это у нас хлебные вот такие хлебушки. Упаковка. Таких хлебушков упаковка. Они тут разрезанные сразу, типа бургеры, что ли, собирать можно. Небольшие такие. Это у нас тоже типа бургерные булочки. Это у нас для хот-догов. Кстати, хот-доги можно сделать. О, наконец-то дали яйца. А то уже дома яйца заканчиваются. А мы забыли опять эти коробочки. Забыли, вот поэтому тебе не дали. Короче, яйца. Здесь одна решетка. Я думала, большую пачку дали. Нет, одну стандартную пачку 12 яиц. Здесь стандартная пачка в Америке, 12 яиц. Так, дальше у нас вот такие лепешечки. Вот такие данкин-донатсы. Пирожные, короче, вот такие. Говорят, что вкусные они, они здоровые. Это у нас тортиллосы. Соус ранч дали. Дальше. Это у нас суп какой-то. Чикен суп еще один. Тунец-баночка, скорее всего. Да. Тунец. Water. Просто водичка несладкая, газированная. И здесь у нас батончик мюсливый. Здесь у нас присыпка для... Она хэллоуинская у них, судя по расцветке на хэллоуин. Ну, а, ну вот, хэллоуин микс написано. Ну, можно на куличи, там что-нибудь, короче. И это у нас ранч. Я так понимаю, это надо с водой смешивать, и будет такой же соус ранч, как вот этот в бутылке. Все. Вот такой набор продуктов нам дали на неделю. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх.